На солнце при этом загорать, мозги начнут кипеть опять. Последний звонок – особый момент для саровских школьников. В этот день в актовых залах чествуют одиннадцатиклассников. В адрес ребят звучат добрые слова, напутственные пожелания от учителей, родителей и первоклашек. Для нас сегодня это день надежды. Мы надеемся, что все у них получится, потому что сегодня вот именно... Он почему всегда трогательный такой праздник для детей, для родителей, потому что это, да, это первое прощание со школой, и это понимание того, что вот сейчас ты действительно шагаешь вот в эту взрослую жизнь. Всего в этом году из школы номер 16 выпустится 45 одиннадцатиклассников. Все они в школе относятся с особым трепетом. Школа, в первую очередь, дала нам много друзей, много новых знаний, впечатлений. До сих пор даже как-то не верится, что школа уже закончилась. У нас много крутых учителей, с которыми мы прям очень близко общаемся, и очень приятно будет сюда вернуться, чтобы поговорить. Она мне дала много хороших друзей, товарищей, бесценный опыт, много знаний, которые я буду использовать в дальнейшем своей жизни. Традиционно на последнем звонке одиннадцатиклассники и первоклассники обменялись подарками. Праздник украсили и творческие номера. Но главное событие, которого так долго ждали выпускники – приказ о допуске к сдаче выпускных экзаменов. Приказано допустить государственные итоговые аттестации выпускников одиннадцатого класса, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план, имеющих годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования, не ниже удовлетворительных и имеющих зачет за итоговые сочинения. Уроки и домашние задания позади, но расслабляться рано. Главное испытание еще предстоит. Уже на этой неделе ЕГЭ. В пятницу выпускники издают литературу, химию и географию. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.